Система, здравствуйте. Я сегодня немножко попробую рассказать про себя, про интегенерацию, про партнерский маркетинг, ну и как оно со связано с кризисом, и как эти все веселые дела могут помочь вам этот кризис преодолеть. С приходом, собственно, кризиса, для многих это стало оправдание, многие действительно ощутили на себе очень большой спад продаж, но по факту действительно упали у многих продажи, упали обороты, и люди начали задумываться про такие веселые вещи, как оптимизация. То есть если раньше платили бездумно, многие часто заклики продажа, заклики показа и время размещения какой-то рекламы, то мы сейчас стали задумываться о том, чтобы платить больше за результат, который эта самая реклама дает. Отсюда, собственно, и актуальность CPA. CPA это возможность платить только за тот результат, который необходим. Если мы говорим про интернет-магазин, то для интернет-магазина этим результатом может быть регистрация с дальнейшей ссылкой до продажи, это может быть заказ товара, это может быть конкретная продажа, то есть когда магазин уже получает деньги за осуществленную продажу. Что такое партнерский маркетинг? Партнерский маркетинг это фактически разновидность серии, при котором для получения перехода на сайт используются некие сторонние ресурсы. Какие-то ресурсы, как их использовать, я сейчас еще немножко дальше расскажу. Почему вообще актуальны партнерские программы, как они существуют в мире, ну и нужно ли их использовать? Что есть, например, в Америке? В Америке есть такой популярный магазин Amazon, про который постоянно очень много говорят, сегодня тоже очень много говорили. У магазина у Amazon порядка 1,3 миллиона партнеров. Эти 1,3 миллиона партнеров генерируют порядка 40% всех продаж, которые есть у Amazon. Что есть в России? В России оборот партнерских программ по разным данным составляет порядка 30 миллиардов рублей. Это по состоянию за 2013 год. И доля партнерских программ, бюджетов, в общем рекламный бюджет составляет порядка 6%. В Украине все немножко печально, очень сложно померить какие-то цифры, потому что партнерский маркетинг начал не так давно развиваться, по крайней мере, в активной фазе. Но есть данные по обороту за 2013 год в объеме около 6 миллионов долларов. Ну и общий бюджет, вот, к сожалению, эта штучка закрывает. Есть информация, что в общем рекламном бюджете доля партнерских программ в Украине составляет менее 2%. К сожалению, нельзя сказать, насколько эти данные достоверны, но вот рекламация такая есть. Что такое партнерская программа, очень кратко, как она работает и какой ее принцип. Для того, чтобы работала партнерская программа, должно быть несколько обязательных элементов. Первое, ну, естественно, должен быть некий партнерский источник, партнерский ресурс, который будет давать трафик. Второе, что должно быть в партнерской программе, это система учета тех действий, которые нам нужны. Система учета заказов, звонков, регистрации, ну, или там, того, ради чего все это дело затевается. Должен быть, естественно, интернет-магазин, у которого будет это самое действие. Должно быть действие, но и выплата. Как осуществляется процесс? Процесс очень простой. С партнерского ресурса через систему учета действий проходит трафик на интернет-магазин. В случае совершения действия информация о нем возвращается опять же в систему учета. И вебмастеру, том партнерскому ресурсу, который привод продажи, выплачивается определенный процент. Основной источник трафика в любой партнерской сети это вебмастера. Вебмастера это такие веселые дядьки-тетьки, которые, как правило, либо владеют каким-то ресурсом тематическим, могут отправлять с него трафик. Либо они знают, где этот трафик купить, купить дешевле, продать его дороже, так, чтобы получить для вас продажу и, соответственно, для себя прибыль. Источники трафика, которые используют вебмастера, могут быть совершенно разные. Это любые те же источники трафика, которые вы можете использовать самостоятельно. Но в случае с партнерскими программами вы перекладываете на вебмастера, на участника партнерской программы. Вот, собственно, функцию привлечения для вас трафика. Несколько слов про самых популярных вебмастеров, которые есть в любом месте. Вне зависимости от того, собственная у вас партнерская программа или вы используете агрегатор, как правило, самая популярная категория вебмастеров – это так называемые арбитражники. Арбитражники – это люди, у которых нет своего ресурса, но они умеют купить трафик дешевле, например, по кликам либо по показам и продать его вам по действиям, так, чтобы им получилось выгодно. Например, если они покупают 100 переходов по 1 гривне, а вы платите за какое-то действие, например, 150 гривен, то вебмастерам очень важно, чтобы, условно, 150 переходов на ваш ресурс сконвертировались как минимум в одно оплачиваемое действие, ну, тогда они выйдут в ноль. Ну, это такой плохой вариант. В идеале вариант, конечно, выйти в плюс. Бояться арбитражников не нужно, это обычно очень хорошие аналитики, потому что они рискуют не вашими деньгами, как ваши маркетологи очень часто, они рискуют своими деньгами и хорошо считают эффективность работы этих денег. Если им это невыгодно, то работать у них, собственно, не будут. Какие самые основные преимущества партнерской программы? То, что я уже сказал, это возможность платить только за определенные действия и оптимизировать ваши расходы, то есть вы не платите ни за дикт, ни за показы, ни за время размещения. Во-вторых, вы получаете достаточно часто при большом объеме вебмастера, вы можете получить бесплатный имиджевый эффект. То есть, поскольку вы не платите за размещение рекламы, за факты размещения, то вебмастера, которые размещают, например, ваши баннеры, пиарсты, что-то еще, получается, что они рекламируют ваш бренд, условно, условно, например, бесплатно. Ну и еще одно преимущество – это возможность платить постфактум, то есть после того, как в партнерской программе уже было совершено действие. То есть вы не инвестируете сначала имиджем в трафик, либо еще что-то с надеждой, что они в дальнейшем окопятся, а вы платите только с реально поступивших денег. Для каких магазинов вообще возможна партнерская программа? Ну, действительно, практически для любых существуют ограничения, ограничения эти связаны, есть сайтовые ограничения, которые связаны с вашим сайтом, есть тематические. Чем более массовый у вас продукт, чем более на массовом рынке вы работаете, тем больше у мастеров такая партнерская программа сможет привлечь, тем больше трафика можно привлечь, ну и, соответственно, тем больше продаж. Если вы продаете какие-то непопулярные вещи в ограниченном регионе, то, соответственно, найти вот комьюнити, которому будет интересен ваш продукт, будет достаточно сложно. Ну и партнерская программа может быть успешной, но значительно меньше, чем партнерская программа на популярных товарах и популярных рынках. Ну и существуют сайтовые ограничения, партнерская программа будет очень плохо работать, веб-мастера, партнеры не будут работать в том случае, если огромное количество заказов у вас приходится на телефон. Если у вас условно 50 на 50 процентов распределения, то, в принципе, это еще нормальнее. Но если больше 50 процентов приходится на заказы по телефону, то, как правило, мастера скритически начинают относиться к такой партнерской программе и начинают работать с ней плохо. Что при запуске любой партнерской программы, в принципе, существует несколько таких страхов у рекламодателей, несколько ограничений, которые мешают им вообще что-то начать. Самый, во-первых, такой страх – это возможность вообще запустить партнерскую программу. Часто рекламодатели не понимают, будет им это интересно или нет, не понимают, будет это выгодно или нет, ну и, соответственно, вообще ничего не делают. Выход тут один – это пробовать, экспериментировать. Существует на сегодняшний день несколько форматов работы партнерских программ. Вы можете создать либо свою собственную партнерскую программу, либо обратиться за помощью к какому-либо из партнерских агрегаторов. В чем плюс каждого из этих способов? При работе с собственной партнерской программой вы полностью контролируете весь процесс. То есть вы контролируете трафик веб-мастеров, рекламные материалы и все остальное. Но существует большой минус. Вам нужно потратить огромное количество усилий на то, чтобы набрать эту базу веб-мастеров, на то, чтобы вообще найти людей, которые будут с вами работать, давать вам трафик и заказывать он. При работе с партнерской сетью, партнерская сеть – это некая такая структура, которая объединяет себе с одной стороны достаточно много рекламодателей, ну или недостаточно, но какое-то количество рекламодателей. С другой стороны, эта структура объединяет в себе какое-то количество мастеров. То есть процесс запуска партнерской программы с помощью сети аппликаторов партнерских программ, как правило, будет значительно быстрее и добиться результата можно будет тоже значительно быстрее. Но при этом у вас, как у владельца магазина, несколько меньше способов по анализу эффективности, мониторингу трафика и мониторингу, собственно, самих партнеров. Какой из вариантов выбрать, в принципе, решать вам. Если у вас стоит задача запуск максимально короткие сроки и нет бюджета на поиск веб-мастеров и на работу с ними, то лучше выбрать, конечно, агрегатор. Если у вас есть бюджет, желание и время на задание своей партнерской программы, то, наверное, оптимально все-таки прорабатывать и запускать свою собственную партнерскую программу. Второе существенное ограничение, существенный страх – это источники трафика, которые будут использовать веб-мастера. Очень часто веб-мастерах хотят использовать, ну, в принципе, это используют, такой источник, каким он рассылки. Да, естественно, существуют всякие нехорошие вещи типа спама, за которые, к сожалению, у нас наказание так и не ввели до сих пор, наверное. Но есть и веб-мастера, которые собирают базы хорошими, честными способами, рассылают по этим базам ваше предложение и получают для вас достаточно хороший результат. Вот один из наших веб-мастеров сделал такую страничку, через которой собирают контакты людей, эти люди хотят получать определенные скидки. В момент появления в партнерской сети магазина с предложением купить что-то со скидкой, этот веб-мастер рассылает по собранной базе свои, ну, собственно, предложения магазина. В качестве примера небольшого, может быть, и мои маркетологи скажут, что это результат плохой, но, тем не менее, по одной из рекламных кампаний было разослано порядка четырех тысяч писем, 918 из них были открыты, около четырехсот кликов было, и что получилось в итоге? Ну, достаточно плохо видно, я попытаюсь рассказать. Вот эти вот четыреста переходов привлекли около шестидесяти пяти продаж. Шестьдесят пять продаж сгенерировали для веб-мастера, для человека, который сделал эту рассылку, чуть больше двух тысяч гривен. Учитывая то, что процент, который веб-мастер получил от рекламодателя за эту рассылку, составляет десять процентов, ну, то есть вот одной только рассылкой веб-мастер сделал для рекламодателя подтвержденных заказов на сумму порядка двадцати тысяч гривен. Ну, что, наверное, не так уж и плохо. То есть по эмейл-рассылкам бояться их не стоит, но только в том случае, если эти эмейл-рассылки честные, собранные нормально базой и так далее. Если это будет спам, то вы мало того, что не получите никаких продаж, вы еще и нанесете урон для вашего имиджа. Вот по эмейл-рассылкам нужно обязательно следить за веб-мастерами, если у вас собственная партнерская программа, то следите самостоятельно, если у вас партнерская программа запущена через агрегатор, то постоянно коммуницировать с агрегатором, пытаться и пытаться объявлять тех нехороших людей, которые пытаются рассылать спам, если они есть. Вторая штука, которую очень боятся рекламодатели на сегодняшний день, которая в Украине запущена очень плохо, но там в других странах работает очень хорошо, это промокоды. Промокоды – это не купоны, покупоны и группоны, которые нужно покупать, это просто некие бесплатные коды, которые дают право пользователю, имеющему этот код, на определенную привилегию. Это может быть скидка на заказы, это может быть бесплатная доставка, еще что угодно. Самое частое возражение у рекламодателей в том, что они говорят, что мы фактически будем продавать дешевле, то есть мы даем промокод и продаем товар свой дешевле, нам это не выгодно. Но, во-первых, если вы посчитаете стоимость привлечения продажи, вы можете давать промокод на ту стоимость привлечения продажи, которая есть у вас в магазине, либо на более низкую стоимость. Таким образом, вы не потеряете ничего привлечения. То есть, условно говоря, если у вас средняя стоимость одной продажи составляет 100 гривен, а вы даете промокод на 50 гривен, то получается, что продажа с использованием промокода вам даже выгоднее, чем продажа, которую вы привлекаете самостоятельно через свои какие-то каналы. У нас был рекламодатель один, который зимой давал промокоды на летние купальники. Очень хорошая практика оказалась, то есть зимой все равно купальники никому не нужны, а так и купальники продали, и склад освободили, и денег каких-то заработали. Вот. Вы то же самое можете делать либо на несезонные товары, либо на товары, которые у вас остались на складе в каком-то небольшом количестве. Ну, то есть на те категории товары, которые вам, скажем, приоритетнее продать. Почему это в Украине, собственно, актуально, почему это стоит развивать? Если сравнить с нелюбимой нами Россией, то в России ситуация с промокодами достаточно они уже хорошо распространены. В России есть такой магазин одежды, который называется Wildberries. Так вот, если посмотреть по статистике, опять же, Яндекса, то промокоды и Wildberries в России спрашивают почти в 10 раз больше, чем в Украине все промокоды вместе взятые. Ну, то есть нам есть к чему стремиться, есть что развивать, ну и потенциал промокодов есть, отказываться от них не стоит. Еще один такой момент – это Дорвей. Очень часто большая часть администриров используют не совсем честные способы привлечения трафика. Один из таких способов является вот Дорвей. Некое такое черное село. Что такое Дорвей, если вдруг кто-то не знает? Дорвей – это автоматически сгенерированный проект, автоматически сгенерированный сайт с сгенерированным текстом, который содержит очень много, очень много раз в нем встречаются определенные ключевые слова. Те слова, по которым мы хотим, чтобы человек заходил на этот сайт. Ну вот, если, да, ну, соответственно, много ключевых слов, такой сайт индексируется, очень быстро попадает в топы по тем запросам, которые находятся на этом проекте. Ну, правда, быстро и выпадает, но обычно той жизни, в которой он там живет, на первых местах, этого вполне достаточно, чтобы сюда пришло много людей и получить свой доход. Вот примерно таким образом, таким плохим выглядели Дорвей где-то в девяностых. Ну, то есть это была просто белая страница с каким-то генерированным текстом, который совершенно не читался, и автоматически с него переадресовывали людей на сайт. Сейчас Дорвей, в принципе, очень сложно отлучить от нормального проекта. Ну, то есть если человек, который делает эти Дорвеи, делает их нормально, то никогда не скажешь, что вот эти ресурсы, они там выглядят как нормальные сайты, как нормальные каталоги, что это есть Дорвей. То есть Дорвей, на самом деле, это сайт, который привлекает поисковый трафик. Да, этот поисковый трафик привлекает не совсем честными способами, но как трафик, этот трафик качественный, чистый, и отказываться от его использования, в принципе, наверное, не стоит. Еще один такой момент – это конкурсы для веб-мастеров. Веб-мастера, помимо того, что они там алчные люди и хотят заработать много денег, они любят еще и соревноваться друг с другом. Ну, всегда вот, хорошо сидя на пляже где-нибудь в Тареландии, понимают, что ты там круче, чем чувак, который сидит где-нибудь там в Париже на эфиревой башне и занимается тем же, что и ты. Аргументация, в принципе, у рекламодателей часто точно та же. Мы проводим конкурс, нам приводят продажи, мы и так платим за эти продажи, а так мы ищем какой-то бонус. С одной стороны, опять же, да, то есть выводим все эти дополнительные затраты на проведение, обеспечение конкурса, на какие-то подарки, призы и акции. Но с другой стороны, все эти конкурсы очень хорошо стимулируют веб-мастеров, они дают больше заказов и вы зарабатываете в итоге больше. То есть на одном заказе вы зарабатываете, возможно, действительно меньше, но оборот у вас получается больше. В одной из сетей, это российская сеть Адмидат после проведения конкурса, но это итоги одного или двух месяцев работы, я не помню, честно говоря. Это, опять же, плохо видно. Ну, вот только первая двадцатка людей, которые участвовали в конкурсе, сгенерировали больше тысячи заказов. Это только, опять же, первая двадцатка, при том, что в конкурсе участвовало больше тысячи человек. То есть объем этих заказов начинает резко увеличиваться за счет того, что веб-мастера не только денег хотят заработать, они там еще хотят какой-то бонус заработать. Вот пример другой партнерской программы, другая партнерская сеть вместе с банками. Вместе с банком проводила. Вот только, опять же, только пятерка, которая была самых популярных веб-мастеров, самых крутых, вот они сгенерировали за месяц более 16 тысяч заявок на получение кредита. А, опять же, их участвовало больше тысячи человек. Часто возникает вопрос, за что платить за заказ, продажу, подписку и так далее. Тут все зависит от того, насколько хорошо вы считаете данные в своей воронке продаж. Если очень сильно упростить воронку, то, ну, фактически есть переход, есть оформленный заказ, подтвержденный заказ, либо там по телефону, либо по e-mail, есть реально выполненный заказ. Если, ну, где разница между ними, как правило, какая-то есть, каких-то магазинов больше, каких-то меньше, не все сто процентов, к сожалению, оформленных заказов доходят до реально выполнения. Если, условно говоря, для чего это нужно? Веб-мастера, которые работают с партнерскими программами, они любят, когда они платят за более простые действия. То есть не за выкупленный заказ, а, например, за оформленный или за подтвержденный. Если вы знаете, что у вас от оформленного заказа, от подтвержденного, например, до реально выполненного, не доходит 30 процентов или 20, то вы можете понизить на этот процент выплату для веб-мастера, но платить ему за более высокий этап воронки продаж. Ну, то есть, если, например, за реально выполненный заказ вы готовы платить 100 гривен, лучше работать с веб-мастерами с оплатой 60-70 гривен, но за подтвержденный заказ. Они будут быстрее видеть статистику, они будут быстрее понимать, работает ли это для них или нет, оптимизировать свои рекламные кампании и, соответственно, давать больше вам результата. Но очень часто есть еще такое опасение, на которое вообще не стоит, в большинстве случаев обращать внимание, из-за того, что веб-мастера любят заказывать себе товары по своим же партнерским ссылкам. Ну, по большому счету, разницы, сказал это веб-мастер или Вася какой-нибудь, ну, нет. Поэтому вот бояться и говорить, что веб-мастера сами будут сидеть заказывать, ну, если им столько много надо, пожалуйста, пусть заказывать. Как платить, что платить веб-мастерам, как формируется стоимость? Существует два основных формата оплаты. Это оплата фиксированная вне зависимости от суммы заказа. Ну, то есть, например, у вас в интернет-магазине платите 50 гривен за любой заказ, неважно, это заказ на 5 тысяч гривен или там, или на 20 гривен просто. Вы платите веб-мастеру за заказ 50 гривен. Второй вариант – это оплата процента. То есть, вне зависимости от суммы вы уже платите примерно на процент. Как формировать стоимость? То есть, сколько должна быть эта цена, какой должен быть этот процент. Есть варианты ориентации на вашу воронку продаж, как я и говорил. Есть вариант более сложный – ориентация на лайфтайм веби. Если вы его считаете, то есть, сколько людей вам, сколько вообще денег вам приносит человек. Есть ориентация на конкурентов. Ну, то есть, вы можете зайти уже в существующую партнерскую сеть и посмотреть, сколько там платят платят партнерские программы. Вот одна платит 450 рублей, вторая платит 100 рублей, ну, там, при, казалось бы, одинаковых продуктах. На это все можно ориентироваться. Какие, опять же, не все так гладко, да, есть возможности мошенничества в партнерских программах. На что стоит, опять же, обращать внимание? Это так называемый… Первое – это мотивированный трафик. Мотивированный трафик – это ситуация, когда ваш веб-мастер платит кому-то за совершенное действие. То есть, например, вы платите веб-мастеру, ну, условно, там, 10 гривен за регистрацию где-то. А ваш веб-мастер идет и платит и говорит, ребята, существуют определенные сервисы даже, которые автоматизируют эти действия. Ваш веб-мастер приходит в какой-то сервис и говорит, ребята, я вам дам гривну за то, что вы зарегистрируетесь. То есть, он себе получает 10, отдает кому-то гривну, ну, и суть даже не в этом, но суть в том, что человек, который по факту в итоге регистрируется, ему проект рекламодателя, то есть, ваш проект ему совершенно не нужен и неинтересен. И вы, получается, деньги платите в пустую. Есть исключение, так называемый… это разновидность мотивированного трафика, но это называется он кэшбэк. То есть, когда партнер платит покупателю за совершенную покупку. Например, партнер получает за продажу 10 гривен. В случае, если покупатель покупает товар через партнерскую ссылку этого партнера, то партнер возвращает покупателю, например, 5 гривен. То есть, за счет своей прибыли. Вот этого бояться не стоит. В Украине такие сервисы начали развиваться, но сегодня их есть. Там 3-4 сервиса уже есть, и они, скорее всего, в дальнейшем будут расти. Когда вот вы формируете стоимость выплат, то нужно ориентироваться еще на стоимость вашего товара. Ну вот, чтобы не получилось, как в данном примере, когда за оформленный заказ в магазин платит 450 российских рублей, а на сайте есть кофточка, которая стоит 249 рублей. Ну, то есть, если вебмастер скупит весь склад этих кофточек по одной штуке, то он еще и, мало того, что он их получит, он еще и заработает на этом. То есть, нужно вот смотреть на, сопоставлять стоимость товара со стоимостью вашей выплаты. Частый такой момент – это контекст на бренд. контекст на бренд можно запрещать. То есть, нет заслуги вебмастера в том, что он будет рекламировать ваш сайт по названию вашего же магазина. И последнее, на что стоит, ну, что, скажем, где есть такое поле для мошенничества – это так называемый куки-ставник. Что это такое? Это ситуация, в которой вебмастер ставит с помощью партнерской ссылки, он ставит куки, огромное количество идентификаторов перехода на компьютеры клиентов. Это, как правило, не совсем честно и законно. То есть, не видит человек, которому ставится куколь, он не видит, что с ним происходит. Ну, то есть, заметить это можно только в коде. Как это идентифицировать? Идентифицировать это можно по огромному количеству трафика и по очень низкой версии. И зачем это делается? Делается это для того, чтобы, ну, с надеждой на то, что вот, ну, там, сейчас разбросаем 10 миллионов, там, кук, и в итоге, ну, кто-то из этих 10 миллионов рано или поздно купит в магазине, ну, и, соответственно, такая продажа засчитается вебмастером. Ну, да, заработать или не работать с партнерскими программами, опять же, выбор ваш. При правильном подходе, при правильном построении процесса партнерские программы хорошо работают и приносят доход всем, и вебмастерам, и рекламодателям в итоге. Спасибо большое. У меня на этом все. Спасибо. 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 Спасибо.